Традиционно в свой профессиональный праздник еще перед началом торжественного собрания главные люди этого дня, работники культуры, встречались, обнимались, делились эмоциями, в том числе и с нашей съемочной группой. Все происходящее, оно сложно, оно непросто, но тем не менее оно помогает объединиться, оно помогает сплотиться и очень сейчас идет сильнейшая тенденция к патриотическому воспитанию через культуру. И сегодня, в День работника культуры, хотелось бы, наверное, особое внимание на это обратить и поздравить всех коллег, всех причастных к культуре с этим чудесным профессиональным праздником. Можно предположить, что культура больше всего в столице региона. Конечно, отчасти это так и есть. Однако тут же выяснилось, что и районы Новосибирской области не лишены возможности наслаждаться различными искусствами. Мы являемся лидерами по освоению Пушкинской карты. У нас очень насыщенный 2022 год в плане гастролей. То есть у нас был молодежный театр «Глобус» приезжал к нам. Сейчас к нам приезжает артист к театру и кино Татьяна Абрамова со спектаклем «Евгений Онегин». К нам приезжает в апреле театр на окраине Александр Петрович Кобиц. Торжественное собрание, посвященное Дню работников культуры в Новосибирске, проходило на патриотической ноте. «Россия – это мы, это ты и я, Россия – наша гость, твоя и моя». Глава региона также отметил, что именно работники культуры в сложные времена зачастую являются тем объединяющим звеном в обществе, которого иногда не хватает. Сложные периоды деятели культуры не только вместе с людьми, вместе с народом передавали какие-то сложности, какие-то тяготы, ограничения, но и находили возможность для дальнейшего творчества. И, несмотря ни на что, правительство Новосибирской области постарается выполнить все поставленные задачи в сфере культуры. «Я со своей стороны могу заверить, что те планы по поддержке и развитию сферы культуры, которые у нас составлены на 2022 год, они не будут корректироваться, никакого сокращения ни бюджетов, ни мероприятий не предполагается, не готовится. И в рамках национального проекта культуры, и в рамках наших региональных программ мы будем реализовывать все, что задумали». И чтобы стимула для этой реализации было еще больше, лучших работников этой сферы наградили благодарственными письмами Министерства культуры России, губернатора, а также вручили свидетельство о присвоении звания «Почетный работник культуры Новосибирской области».